Команда Красноярск-2, 23 метра до окончания маршрута. Приняли команду Красноярск-2, 23 метра до окончания маршрута. Спасибо за это, пожалуйста. После спуска со скалы альпинистки обсуждают маршруты, которые им пришлось преодолеть. Они штурмуют один из самых живописнейших горных районов Ингушетии, массив Кавдаламид. С начала чемпионата это первое женское восхождение. Команда из Красноярска показывает неплохой результат. Несмотря на то, что часть маршрутов, представленные на состязаниях, имеет высокую степень сложности. Но это только на руку спортсмена, ведь чем сложнее маршрут, тем выше оценки за его преодоление. На скальном массиве уже определились лидеры. Лидирует сейчас у мужчин по вчерашнему дню. На первом месте идет команда Красноярского края, на втором тоже команда Красноярского края, на третьем команда Томской области, на четвертом опять Красноярский край, потом идет Севастополь. Там две команды Севастополя, команда Санкт-Петербурга, команда Мурманска. В конце они молодые ребята, абсолютно совсем только первый раз выступают. Ну техника хорошая, то есть они эти трассы проходят. То есть Красноярск лидирует в том, что у нас мощная очень школа, старая школа. Очень хорошо, и Челябинск, вот сейчас девочки тоже здесь участвуют из Челябинска, хорошая команда. Ну пока непонятно, еще по одному дню соревнования будет, там все может измениться. Кто-то оставляет силы на последний день всегда, а кто-то устает в конце второго дня, уже не может лазить. Силы кончаются. Внимание зрителей в первую очередь привлекает инструменты и страховочные устройства скалолазов. Глядя на небольшие металлические приспособления, невольно возникает мысль, как можно доверять им свою жизнь. Но опытный скалолаз выйдет из любой чрезвычайной ситуации, а страх компенсируется удовольствием, получаемым от восхождений. Это инструмент, который ставим в щель, на нем повисаем, на этом, ну, то есть на нем страховка организовывается, эта точка страховки ставится в щель, раскрынивается там, видите, он так сжимается, потом там раскрынивается. Ирина Бокалейникова, трехкратный чемпион России по альпинизму в техническом и скальном классе, с огромным интересом рассказывает про свою экипировку. Альпинистка делится, что ей довелось видеть много красивых пейзажей с высоты птичьего полета, но с величием и красотой ингушских гор ничего не может сравниться. Мы очень много, конечно, ездили по соревнованиям, здесь настолько разнообразный массив, очень сложные есть трассы, легкие, и массив достаточно хорошо подготовлен для маршрутов. То есть довольно прочные плиты, на плитах интересное лазание, необычное такое, есть прямо щели тоненькие, тоже необычные. Очень интересный рельеф, необычный, но разнообразный достаточно. Сегодня прошли пять, по-моему, маршрутов, и маршруты все очень интересные. Сейчас мы шли маршрут, вилка называется левая, маршрут такой необычный, потому что у него очень маленькие, миленькие дырочки, прямо вот малюсенькие. И ты кончиком прямо фифы или вот такого вот якоря, вот такого вот крюка, кончиком прямо туда подцепляешься, вешаешь лесенку, встаешь и вот так вот лезешь потихонечку. Ну, частично, конечно, приходится руками там брать зацепы. Хороший маршрут, интересный. Красивый пейзаж вдохновляет на новые вершины и Марину Попову, и Олесю Бабушкину. Спортсменки рассказывают, альпинист в первую очередь должен быть физически развит, вынослив и эмоционально устойчив. За 10 лет в этом виде спорта девушки привыкли ко всем сложностям. Маршруты порадовали, потому что думали, что они более сыпучие, что они опаснее. А оказалось, что все подготовлено, нужно вместе забиты точки страховки уже подготовщиками. Ну, думали, что будет борьба такая вялая, что будем всемедленно лазить, а мы пролезли больше, чем думали даже, чем рассчитывали. Очень интересно лазить. Сегодня самый сложный нам показался девятый, вот там его лезла Марина. Он был более разрушенный по сравнению с другими. Ну, это самое страшное было. Как говорят сами спортсменки, определять лидеров пока еще рано. Всего в чемпионате участвует 15 команд. Стоит отметить, что женские команды показывают результаты не хуже мужчин. Исуп Гелесханов, Рамазан Зурабов, Новости 24. Тоит. Тоит.